Вот как госдуру, госдурой не называть после этого, слушайте, депутат Нижней Палаты Российского Парламента Оксана Бондарь съездила в свою родную Магаданскую область, от которой избиралась, и посетила поселок Сеймчан, а вот сейчас начнутся скрепы. Посмотрела служанка народа на плачевное состояние данного поселка, ну там реально полный алис, 20 лет нет горячей воды, например, да и вообще и сказала, будем строить стадион с бассейном, с хоккейной площадкой, а еще аэропорт давайте восстановим, который развалился, перерезали алую ленту, постановили будем, суммарно все это удовольствие. Обойдется федеральному и частично региональному бюджетом в 2,2 миллиарда рублей, вот теперь самое веселое. В поселке живут 2000 человек, некоторое время назад на него, на поселок, навесили ярлык вымирающий, потому и воду туда не проводят, и видимо людей вообще отселить обещали куда-нибудь в доброе место, но приехала депутатша и сообщила что-то вроде, ребята, да хрен с ним, что у вас нет горячей воды, что вместо дорог направления хрен с ним, что ваш поселок лет через 10 вообще с карты великой и могучей исчезнет, абсолютно естественным образом уезжают оттуда люди, потому что зато мы здесь стадион с аэродромом, за 2 ярда запузырим, там, кстати, у всего района бюджет 300 миллионов, слушайте, ну как достали уже эти строители новых васюков. Какой заяц! Какой орел! Какая блоха! А вот теперь объясню на пальцах, нафига козе баян, а у нас же страна отчетов, депутатша это бондарь, 2,5 года в Госдуме колготки протирает, но ничего по-настоящему полезного за это время не сделала, и тут такой шанс подвернулся пыли московскому начальству в глаза напускать, но никто же из столицы не поедет на самом-то деле проверять, что это за поселок там такой умирающий. Воду им туда горячую пустить, наконец, ну как-то мелковато. 2 тысячи жителей, если посчитать в избирателях, да вообще ни о чем, слезы никто не оценит, а вот построить стадион, аэродром восстановить, и вот это уже масштабно и скрепно, кстати, представляете в отчете? Бондарь совершила подвиг ради жителей глубинки, теперь люди там плавают, в хоккей играют, за грибами летают, да тут орденом за заслуги перед отечеством попахивает, ну и продвижением по карьерной лестнице, само собой, уж сколько смылить-то можно с того подвига, ну это так, я что-то расфантазировался, начинаем. Хотя скрипоносцы меня сейчас вряд ли поняли и уже зубами клацают, да что плохого в том, что у людей стадион и даже аэропорт появится, потому что мозгов-то не хватает подумать, для кого там стадион для зайцев? А посредством аэропорта, видимо, шишки в Магадан в промышленных масштабах начнем возить, ага, да люди уже сами просят, отселите вы нас куда-нибудь поближе к цивилизации. Вот два ярда выбили, купите им квартиры в областном центре, а в центре там две тысячи человек всего нет. Это не скрепно, да и депутату Бондарь тогда ордена, как своих ушей не видать, хорошими делами прославиться нельзя, как известно. Кто людям помогает и страдает время зря. А вообще одну очень мощную вещь у своего коллеги, украинского журналиста, прочитал на Медне, как раз о скрипоносах почти цитирую. Интеллект это способность адаптироваться к переменам, а скрипоносец оправдывает собственную глупость и нежелание меняться. Он продает людям миф о том, что они наследники и носители какой-то правды, о том, что в их бедах виноваты те самые перемены, а не их собственное нежелание двигаться вперед. Он торгует простотой той самой, что хуже воровства и дарит пастве, ощущение безгрешности и обиды. Самые сильные ментальные наркотики из существующих. Вот только в прошлом нет рецептов. Чтобы их там найти, нужно вновь построить вокруг себя средневековье. Любые попытки сбежать во вчера изначально обречены. Можно сколько угодно бить ткацкие станки, но промышленную революцию это не отменит. Можно отказать своему ребенку в вакцинации, но это лишь обречет его в случае эпидемии. А самая большая беда заключается в том, что такие мифы нельзя победить фактами. Не прибавить, не убавить. Это реальная журналистика. Емщик, не гони лошадей, нам некуда больше спешить. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А история, которую расскажу дальше, задела за живое лично меня. Прислала зрительница, и это будет рассказ о ней. Знакомьтесь, паралимпийская чемпионка Наталья Мамлина, девушка с очень сложной судьбой. Меня зовут Мамлина Наталья. И я родилась здесь, в городе Энгельс, в Саратовской области. Всю свою жизнь, с самых ранних лет, я занимаюсь спортом. В 8 лет я завоевала свою первую медаль по легкой атлетике. И дальше, год за годом, я развивала свои умения. Я смогла стать многократной чемпионкой России, стать мастером спорта, стать чемпионкой Европы и, наконец, чемпионкой мира. Но в 2010 году на одной из тренировок, не выдержав нагрузки, я получила серьезную травму. Да, она с самого детства мечтала поехать на Олимпийские игры. Проводила все свободное время в спортзале и добилась серьезных высот в легкой атлетике, встав даже чемпионом мира. Но судьба распорядилась иначе. Сложнейшая травма посадила Наталью в инвалидное кресло. Два года человек не ходил в принципе. Кто-то другой в подобной ситуации бы раскис, наверное, начал себя жалеть. А она однажды встала, начала ходить и вернулась в спорт, правда, в паралимпийский, но вообще в другую область. Занялась плаванием, которым до этого никогда не занималась. В 21 год. После тяжелейшей травмы, вообще в чужом для себя виде состязаний. Но вы не поверите. Человек снова чемпионом стал. Я смогла стать многократной чемпионкой России, выполнить мастер спорта международного класса, стать многократной призеркой Европы. И, наконец, через 4 года, в 2016 году, я смогла отобраться на паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. По политическим мотивам, впрочем, в Рио-де-Жанейро в 16-м Наталье попасть не удалось. Ну, помните, тогда случился допинговый скандал, и огромное количество наших спортсменов не допустили до участия в играх. В Москве провели альтернативные соревнования и сравнили затем результаты недопущенных спортсменов с теми, что показали участники международного турнира. В общем, если бы Мамлина выступила в Бразилии, она бы взяла серебро, а вот дальше начинается, как в России. По указу президента, тех спортсменов, кто занял призовое место в мировом рейтинге, должны были наградить та же, как после Паралимпийских игр. И да, мы получили свои президентские призовые, но наша область решила нас проигнорировать. Та область, в копилку которой выполняли один десяток медалей. Наша область нас даже не встретила. Наш губернатор не посчитал нужным нас как-то поздравить и поддержать. Всем спортсменам наша область дала по 250 тысяч вместо положенных квартир. Но стал бы я вам рассказывать эту историю, если бы в ней все было так просто. Ну, подумаешь. Очередной чиновник, в данном случае губернатор Радая, взял да и наплевал на людей. Что, в первый раз, что ли? Квартиру девушка решила купить сама, в том числе на призовые деньги, и вложилась в долевое строительство. Но, блин, снова вляпалась. Оказалось, что компания, с которой заключила договор, просто исчезла. Построено 20 этажей из 25, стройка заморожена, директора под следствием, а наша власть молчит, и всю ответственность перекинули на нас. Дольщики записали видеообращение президенту с просьбой помочь, но, к сожалению, ничего не изменилось. На стройке даже нет охраны, и дом потихоньку разворовывается. Примечательно, что занималась эта компания исключительно возведением жилья премиум-класса. Это не какое-то там ООО-теремок, который садовые домики колотит. Если честно, здорово сомневаюсь, что саратовские власти, чиновник Радаев, в том числе, вообще не знали, что элитный застройщик – это обычный жулик. Хотя у нас, вы не обратили внимания, слуги народа сидят на своих должностях только для того, чтобы ничего не знать с этих всегда взятки-гладки. Ну да не о них хотел сказать. Вот вы знаете, когда мы с Натальей пообщались, я пообещал, что попробую что-то сделать со своей стороны, и она ответила «Спасибо вам». Мне вдруг подумалось, так это не она, это я ей должен спасибо говорить за ее мужество, за ее волю к победе, за то, что прославляет мою страну. А еще, что мне очень стыдно, потому что в моей стране в высоких кабинетах окопались и пустили корни какие-то уроды, которые только и умеют что урать, да делать из людей дебилов-скрипоносцев. Мы тут радуемся по поводу выхода в прокат фильма Т-34. Ай, какое патриотическое кино. Да вот они, герои-то, вот она. Вот кем восхищаться нужно, а не мультикам каким-то аплодировать, да упырям, которые нас этими мультиками кормят. Противно, а у нее, надеюсь, все получится. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Подписывайтесь в друзья, добавляйте темы, предлагайте, поднимем и обсудим, а я за всем. Спешу откланяться, все пока, пока!